Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в программе «Тема дня» принимает участие министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая. Здравствуйте, Екатерина Владимировна! Здравствуйте! Ну и, конечно же, мы вновь сегодня будем говорить о бюджете. Екатерина Владимировна, назовите, пожалуйста, основные статьи расходов бюджета, ну и общую сумму, как итог. Расходы составляют 61,3 миллиарда рублей, это 9,5 миллиардов по расходам плюсом к бюджету 2019 года. И, конечно, сохраняется социальная направленность, то есть 70% расходов в структуре расходов. Это, конечно, расходы на отрасли здравоохранения, социальную защиту, образование, физическую культуру, спорт, культуру. Ну и межбюджетные трансферты, которые мы направляем в наше муниципальное образование. Поэтому, прежде всего, социальный блок предусматривает более 40 миллиардов рублей. И наибольшая сумма, конечно, у нас предусматривается на социальную защиту и поддержку населения. И здесь 11,6 миллиардов рублей по данной государственной программе. Удельный вес расходов составляет 18,8% в общей сумме расходов. И, конечно, здесь и как сохранение всех мер социальной поддержки, это более 9,1 миллиарда рублей выделяется на меры социальной поддержки. Но и новые меры социальной поддержки, порядка 270 миллионов, это новые меры социальной поддержки, такие как 75 миллионов, это выплаты многодетным семьям. Вот как раз-таки на приобретение земельных участков, на ипотеку, там два механизма есть непосредственно. И подарок новорожденному 60 миллионов рублей. Ну, а также при рождении ребенка предусматривается 28 миллионов рублей тоже на средства, которые способствуют росту демографии. И в целом, хочу сказать, у нас детский бюджет составляет 12,2 миллиарда рублей. То есть это все, что связано с выплатами, касается и многодетных семей, и выплаты на детей, и все выплаты, которые связаны с национальным проектом демография, тоже как бы учитываются. Кроме того, хотелось бы сказать, что еще и произошла индексация социальных выплат, и она предусмотрена с 1 февраля 2020 года на 3,8%. То есть 266 тысяч получателей социальных выплат, и предусмотрено в бюджете 230 миллионов на эти цели, связанных с индексацией этих социальных выплат. Но вторым вот таким по объему расходным обязательством является именно отрасль здравоохранения. Здесь у нас предусматривается 11,3 миллиарда рублей, плюсом 1,4 миллиарда к уровню 2019 года. Это 18,6% удельный вес в общей сумме расходов. И нужно отметить, что, конечно, здесь предусматриваются средства и по национальным проектам, здесь предусматриваются средства в рамках нацпроектов на ремонт ФАПов, на приобретение мобильных передвижных ФАПов, таких, в общем-то, устройств. И это порядка около 300 миллионов рублей на эти средства предусматривается. А также на оснащение сосудистых центров, сосудистых центров и непосредственно сосудистый центр на базе Новоспаска районной больницы. То есть здесь тоже такие, в общем-то, значимые расходы. Кроме того, предусматриваются средства на проектно-сметную документацию на онкологический диспансер. Здесь, я думаю, что как раз мы войдем в федеральную программу и дополнительно строительство уже потом при наличии проектно-сметной документации планируется привлечение средств из федерального бюджета на строительство именно дополнительного корпуса онкологического диспансера. Ну и ремонтные работы в учреждениях здравоохранения, они также предусматриваются. И также на инфекционное отделение, тоже проектно-сметная документация на его строительство. То есть вот такой большой объем. Конечно, в рамках нацпроекта еще большие средства, порядка 486 миллионов предусматривается на создание единого информационного контура. Ну что это такое? Это вот непосредственно и электронная регистратура, это и вот оснащение непосредственно лечебных учреждений современным цифровым оборудованием. То есть вот такие огромные средства предусматриваются именно в рамках реализации национального проекта. Ну а следующим по абсолютной сумме у нас это 10,1 миллиард рублей выделяется на отрасль образования. И здесь тоже удельный вес порядка 18 миллионов рублей. И здесь большие средства у нас идут прежде всего, конечно, 6,5 миллиардов наше муниципальное образование. Это на зарплату учителей и воспитателей. И, соответственно, мы выдерживаем эту планку в соответствии с 597 указом президента по выдерживанию заработной платы по учителям и воспитателям 100% от средней трудовой деятельности по региону. И, конечно же, порядка 700 миллионов рублей у нас выделяется именно на модернизацию образования. Это на ремонтные работы наших муниципальных образовательных учреждений в районах. Это и школьные окна, о чем очень много говорили. И здесь в целом 160 миллионов выделяется на школьные окна. Порядка 145 это непосредственно в школах. И еще порядка 15 миллионов это в детских садах. То есть очень такие приличные средства. И мы надеемся, что они позволят привести учреждения образования в наших муниципальных образованиях в соответствующий вид и улучшат качество непосредственно образовательного процесса уже на селе. Но, конечно, здесь продолжаются мероприятия и по совершенствованию кванториума, который у нас работает здесь в городе. И, конечно, все мероприятия связаны с wealth skills, с таким, в общем-то, направлением. Им тоже все предусмотрено в рамках софинансирования тоже национального проекта, федерального национального проекта. То есть вот такие крупные социальные отрасли, которые, в общем-то, занимают наибольшую часть. Ну, конечно, и культура у нас предусматривается с ростом и физической культуры, и спорт. 2,8 миллиарда у нас предусматривается. И здесь тоже продолжаются ремонтные работы по физкультурно-оздоровительным комплексам. Это 218 миллионов на эти цели выделяется. То есть здесь различные ремонтные работы и продолжение строительства центра художественной гимнастики. Порядка 392 миллиона рублей выделяется. И в целом, причем данные средства выделяются в рамках национального проекта тоже темография. То есть занятие детей спортом тоже в данном нацпроекте, и это очень важно. То есть вот такой социальный блок, он очень важный. Но, конечно, не только на социальный блок делается акцент. Акцент делается и на реальный сектор экономики. Да, реальный сектор экономики для того, чтобы в следующем году или последующие годы приносили прибыль предприятия и малый бизнес. Конечно, 12,2 миллиарда рублей, то есть более 20% расходов выделяется на 20%. То есть если прошлые годы в основном не более 13%, то есть 12-13% у нас шел удельный вес на реальный сектор экономики. Вот этот год такой очень резкий скачок. И здесь, конечно, огромная сумма, у нас 6 миллиардов, 36 миллионов у нас выделяется в рамках программы развития транспортной системы. Это наши дороги. И здесь национальный проект безопасной качественной дороги, он очень важен. Здесь, конечно, кроме дорог выделяются средства и на улучшение транспортного обслуживания населения. И вот впервые мы закладываем строчку, это 86 миллионов на приобретение электротранспорта, то есть трамваи, которые, в общем-то, требуют обновления. В городе Ульяновске. Да, в городе Ульяновске они требуют обновления. И мы понимаем, что большинство населения пользуются этим транспортом и требуют, конечно, совершенствования в этом плане. Но вторая большая программа, это 3,6 миллиардов, выделяется у нас на развитие сельского хозяйства, поддержку сельского сельхозтоваропроизводителей. И нужно отметить, что здесь сейчас оказывается и большая поддержка фермерам, то есть тоже в рамках национального проекта у нас 50 миллионов рублей выделяется на поддержку фермеров, развитие потребительской кооперации. То есть не только поддержка крупных сельхозтоваропроизводителей, которые у нас из года в год, но уже и мы как бы поворачиваемся лицом непосредственно к тем, кто пытается, в общем-то, сам встать на ноги, заработать деньги, развить вот такое личное подсобное хозяйство и стать действительно настоящим фермером. Для этого есть огромная поддержка. А эта сумма увеличивается на сельское хозяйство по сравнению с прошлым годом? Да, конечно, увеличивается более 1,2 миллиарда рублей. Плюсом. Да, плюсом идет на сельское хозяйство. И, кроме того, я, возможно, скажу позже, что там еще у нас и дополнительные федеральные средства выделяются уже в принятом федеральном бюджете на 20-е годы. Да, мой следующий вопрос как раз про то, сколько же в денежной массе весят национальные проекты, которые будут реализовываться на территории области. Ну вот из 61,3 миллиардов 9,2 миллиарда это предусматривается чисто на реализацию национальных проектов. То есть вы видите довольно-таки тоже приличная сумма. И нужно отметить, что здесь уже с учетом того, что сейчас принятым в федеральном бюджете дополнительно тоже средства предусматриваются, эта сумма будет еще больше увеличена. И мы уже, когда скорректируем бюджет 18 декабря, я думаю, что мы уже сможем озвучить, насколько реализация национальных проектов станет гораздо больше, чем сейчас предусмотрено, 9,2 миллиарда рублей. При этом 3,6 миллиарда это областные средства и более 5 миллиардов это федеральные средства, которые, я говорю, на сегодняшний момент мы видим, что они довольно увеличены. А муниципальное образование, ведь житель Базарного Сызгана или другого отдаленного района тоже должен чувствовать государственную поддержку и заботу регионального бюджета. Никого не обидели? У нас предусматривается 16,3 миллиарда на межбюджетные трансферты. Это плюсом 2,7 миллиарда рублей к уровню 2019 года. И здесь нужно отметить, что кроме дотации на выравнивание, которые способствуют выравниванию муниципалитетов, у нас предусматривается огромная сумма на субсидии. Это в рамках выделения наших государственных программ, а также в рамках выделения тех же национальных проектов. И, конечно, здесь приоритет сейчас выстроен в каждом муниципальном образовании, обеспечить софинансирование реализации национальных проектов, так как мы понимаем, что реализация их способствует улучшению качества жизни населения в целом. И мы сейчас отслеживаем принятие бюджетов муниципальных образований и рассматриваем уже, насколько действительно муниципалитеты смогли заложить на реализацию национальных проектов, а они должны заложить для того, чтобы качественно нам реализовать. Но хочу отметить, что у нас практически сейчас по графику все муниципальные образования уже приняли бюджеты в первом чтении, сейчас идет работа над вторым чтением. И где-то до 26 декабря у нас бюджеты муниципальных образований должны будут быть приняты тоже на 2020 год. Причем с 2020 года у нас все муниципалитеты перешли на трехлетний бюджет. То есть здесь, соответственно, мы старались, с учетом того, что все-таки у нас действуют трехлетние федеральные государственные программы, областные и региональные государственные программы, должны быть и трехлетние муниципальные программы, которые дадут возможность заключать двухлетние и трехлетние контракты и, соответственно, возможность обеспечения таких вот долгосрочных проектов, которые есть у муниципальных образований. А региональный бюджет еще рассчитывает на федеральную поддержку? Да, вот о чем мне хотелось сегодня сказать, что действительно очень большая работа проводилась с федеральным центром и губернатором Сергеем Ивановичем Морозовым, и правительством Ульяновской области. Все органы исполнительной власти работали со своими федеральными отраслями, ну и, конечно, в целом партия «Единая Россия» для того, чтобы все-таки увеличить федеральную помощь. И вот если у нас в принятом бюджете она составляет 10,6 миллиардов рублей, то 16,6 миллиардов она принята в федеральном бюджете уже в третьем чтении. То есть мы уже все эти данные видим, то есть мы, соответственно, уже сейчас готовим изменения в бюджет 2020 года, которые будут более подробно рассматриваться вот 18 декабря. То есть плюсом мы получаем 5,6 миллиардов из федерального центра, и здесь очень много новых направлений. То есть кроме того, что практически 3,5 миллиарда – это дотация у нас предусматривается, это дотация на выравнивание дополнительно 2,130, 1,10 миллиард – это дотация, предусмотренная на зарплату работникам бюджетной сферы, но и предусматривается 1,44 миллиарда – это субсидии. И здесь нужно сказать, что появляются новые виды субсидий на цифровизацию в общеобразовательных учреждениях, это порядка 221 миллион рублей, то есть это приобретение тоже оборудования для более 100 школ будет предусмотрено. 71 миллион 155 тысяч предусматривается на создание кванториума в городе Дмитровграде, и теперь кванториум будет не только в городе Ульяновске, но и в городе Дмитровграде. Кроме того, конечно, предусматривается 228 миллионов – это на ремонт 43-й школы, то есть там предусматривается на эти цели, и предусматривается на сельское хозяйство плюсом еще 300 миллионов из федерального бюджета. То есть вот такие основные моменты. Кроме того, 105 миллионов предусматривается именно на лекарственное обеспечение, на сердечно-сосудистые заболевания, и это тоже плюсом из федерального бюджета. То есть довольно-таки такие важные, значимые суммы. И на ремонт Ленинского мемориала в плановом бюджете у нас было 420 миллионов рублей, вот мы предусмотрели, а сейчас у нас на 400 миллионов идет увеличение из федерального бюджета, то есть 820 миллионов у нас только на 2020 год предусматривается на ремонт Ленинского мемориала. То есть огромная сумма, и вы видите, что ремонтные работы идут полным ходом. Надеюсь, что в 2020 году они будут, соответственно, также реализовываться своевременно, и своевременно будут израсходованы эти средства. Получается в общей сложности около 67 миллиардов рублей, да? Да, да, 67 миллиардов рублей, то есть там практически 66 миллиардов 994 миллиона, то есть без 6 миллионов, но можно сказать, что 67 миллиардов рублей – это расходы, которые составят у нас с учетом изменений, которые мы внесем 18 декабря. Это довольно-таки приличная сумма, то есть та задача, которая ставилась губернатором, вот прийти к 70-миллиардному бюджету, мы практически подходим к нему, потому что и в течение 2020 года, вы знаете, что бюджет – живой организм, будут вноситься изменения, увеличиваться доходная часть бюджета, как вот в этом году мы уже делали корректировку, практически более 2,5 миллиардов рублей заведено дополнительных средств. Ну и также в течение года мы надеемся, что и дополнительные доходные источники, и дальнейшая работа с федеральным центром даст нам возможность действительно прийти в 2020 году к 70-миллиардному бюджету. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Я напоминаю телезрителям, что сегодня в студии была министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая. Всего доброго. Ульяновской области Екатерина Буцкая.